Здравствуйте! Тема урока – значение выделения для живых организмов, продукты выделения у животных, конечные продукты метаболизма. Сегодня на уроке вы научитесь объяснять значение выделения в жизнедеятельности организмов. Подумайте и ответьте на вопросы, как живые организмы избавляются от лишних отходов. Что такое выделение? Что вы знаете об органах выделения животных и растений? Вы уже знаете, что в цитоплазме любой растительной и животной клеток в результате её жизнедеятельности накапливаются вредные вещества. Растения получают их из пищи и окружающей среды, а избавляются выделяя через мембрану. Вредные вещества в растениях накапливаются в вакуолях или хромопластов осенних листьев, от которых они избавляются во время листопада. А также вы уже знаете, что у высокоорганизованных многоклеточных организмов вредные вещества выбрасываются из клеток в кровь. Выделение – это удаление непереваренных остатков пищи, а также вредных веществ, которые образовались в процессе жизнедеятельности организма. В схеме показано образование веществ и энергии. Все растения и животные выделяют токсичные вещества, отходы и шлаки. Все шлаки вредны для организма. Если вредные вещества долгое время будут находиться в клетках, тканях или органах, то может произойти процесс самоотравления организма. Поэтому они стараются быстрее избавиться от них. За это отвечают органы дыхания и выделения у животных и стареющие части и органы у растений. Углекислый газ выделяется животными через дыхательную систему. Вредные вещества, содержащие воду и азот, а также избыток соли, выводятся с мочой через органы выделения и через кожу. Печень участвует в химических реакциях, чтобы немного снизить токсичность азотсодержащих шлаков и сделать их доступными для почечной экскреции. Экскреция – это второе название выделения. Главный орган, отвечающий за очищение крови от вредных веществ – это почки. Кожа выполняет дополнительную функцию. Во время дыхания животные получают энергию из пищи при разложении белков, жиров и углеводов под действием кислорода. Жиры и углеводы состоят из трёх элементов – углерода, кислорода и водорода. Следовательно, при их разложении в присутствии кислорода образуются углекислый газ и вода. Белки расщепляются полностью, выделяя последние вредные азотосодержащие вещества. Это три основные группы азотосодержащих веществ – аммиак, мочевина и мочевая кислота. У животных эти вещества образуются в разных пропорциях или в одной из них. Для человека и других млекопитающих основным азотосодержащим шлаком является мочевина. О метаболических отходах вы узнаете в следующем видеоролике. К шлакам и токсичным продуктам метаболизма относятся азотосодержащие соединения – мочевина, мочевая кислота, аммиак. Они удаляются из организма преимущественно через почки, а также через кожу. Вода выводится из организма через почки, кожу и лёгкие. Углекислый газ выводится через лёгкие. Аммиак очень токсичен, поэтому его необходимо немедленно вывести из организма. Поскольку аммиак хорошо растворяется в воде, единственный способ выбросить его в окружающую среду – это смешать его с большим количеством воды. Лучше всего это делают организмы, обитающие в больших водоёмах. У многих водных организмов, от простейших до амфибий, аммиак выделяется в окружающую среду в виде водорастворимых ионов аммония. Мочевина образуется в печени, она менее токсична, чем аммиак. Мочевина является конечным продуктом распада белковых веществ в организме животных. Мочевая кислота и её соли являются основными выделениями азота, наземными животными, особенно млекопитающими и птицами-несушками. Мочевая кислота и её соли могут храниться в клетках, тканях и органах, не нанося вреда организму. Накопленная в тканях мочевина в высоких концентрациях выделяется в виде твёрдого продукта. Выделение конечных продуктов из организма растения не так сложно, как у животных. Это можно объяснить физиологическими особенностями растения. В организме растений происходит два важнейших процесса. Это дыхание и фотосинтез. Вещества, которые образуются в ходе дыхания, расходуются в ходе фотосинтеза. И наоборот, вещества, образующиеся в ходе фотосинтеза, расходуются во время дыхания. Выделение – это выведение из организма конечных продуктов метаболического процесса и сохранение стабильности внутренней среды организма. Приступаем к практической части. Выполним задание для закрепления пройденного материала сегодняшнего урока. Задание первое. Дайте определение, что такое выделение. Правильный ответ. Выделение – это процесс выведения из организма конечных продуктов метаболического процесса и сохранения стабильности внутренней среды организма. Задание второе. Заполните таблицу выделительной системы живых организмов. Вам даны три продукта выделения. Это аммиак, мочевина и мочевая кислота. Правильный ответ. Аммиак выделяют водные животные. Мочевину выделяют как водные, так и наземные животные. Мочевую кислоту выделяют только наземные животные. Задание третье. Выберите рисунок, который указывает на избавление растений от конечных продуктов распада. Правильный ответ находился под номером 2. В организмах растений вредные вещества накапливаются в вакуолях или хромопластах осенних листьев, от которых они избавляются во время листопада осенью. А теперь давайте подведем итог урока. Сегодня на уроке вы научились объяснять значение выделения в жизнедеятельности организмов. На этом наш урок окончен. До свидания.